В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Историческое событие для Самарской области. Танкер «Святой князь Владимир» спустили на воду. Чтобы капремонт не вывлился в капитальные проблемы, общественники обсуждают, как усовершенствовать систему. Самарцы стали реже жениться, но чаще рожать. Управление ЗАГСа подойдет итоги. Городские джунгли превращаются в уютный двор. В Самаре приводят в порядок внутриквартальные дороги. Поздравили с новосельем. Городские власти навестили детей-сирот в их новых квартирах. Историческое событие для Самарской области. Впервые на воду спущен танкер, построенный в областной столице. Судно носит имя «Святой князь Владимир», что символично. Спуск состоялся в день Крещения Руси. Глядя на танкер со стороны, сначала не верится, что русло реки Самара может вместить в себя такое массивное судно. Все рассчитано до мелочей успокаивают проектировщики. «Святой князь Владимир» способен передвигаться как по рекам, так и по Каспию, Черному и Средиземному морям. В любое направление по рекам. По морю, значит, любое по морю. У него четкие есть районы плавания, поэтому куда захочет заказчик, туда, я скажу, и поплывет. Это современное судно, разработанное МИБом, Морское инженерное бюро. То есть судно, удовлетворяющее всем современнейшим требованиям по безопасности мореплавования и хождения по рекам. Танкер «Святой князь Владимир» – первое судно проекта РСТ-11. Его стоимость примерно 600 миллионов рублей. Танкер полностью собран в Самаре. Его вес порядка 2000 тонн при длине почти 132 метра. Примечательно то, что двигатель способен неделю работать без дозаправки и при этом доставить почти 7000 тонн нефти или нефтепродуктов до места назначения. Тем самым мы сделаем наши предприятия Самарской области еще более конкурентоспособными. Ведь на таком судне могут возиться грузы по всей России и в том числе страны ближнего зарубежья. На сегодня Самарская область занимает первое место в ПФО и третье по России по объему перевозок водным транспортом. Ежегодно общий грузооборот речных портов составляет более 10 миллионов тонн. Появление в Волжской акватории нового современного судна станет мощным импульсом для развития речных перевозок и судостроения в нашем регионе. Спуск танкера «Святой князь Владимир» – это первая ласточка нового этапа в развитии Самарского речного флота. На торжественной церемонии спуска на воду танкера самарские судостроители получили почетные грамоты от губернатора. Слова благодарности прозвучали и от городских властей. Известно, что Куйбышский район и жители Куйбышского района – это в основном речники и судоводители. Поэтому еще раз поздравляем вас с этим знакомым событием. Желаем 7 футов под килем и новых побед. Новое судно осветили священнослужители и подарили владельцам икону святого князя Владимира, в честь которого и назван новый танкер. По традиции, а борт корабля разбили бутылку шампанского. Гарантированный срок эксплуатации танкера – 25 лет. В ближайшее время уже на воде будут произведены работы по укладке кабеля, труб и обшивке внутренних помещений. Примерно через 8 месяцев святой князь Владимир отправится в свой первый рейс. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. Памятная дата крещения Руси установлена в день, когда православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира. Именно он принял историческое решение. Сегодня повсеместно прошли богослужения. Наша съемочная группа работала в свято-владимирском храме. Олег Зверев расскажет о значимости исторического выбора. В день крещения Руси по традиции центральным местным торжествам в Самаре становится храмовый комплекс на проспекте Металлургов. Сегодня здесь божественную литургию совершил митрополит Самарский и Сызранский Сергий. В этот день церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира. И один из этих храмов как раз и освящен в честь святого правителя, который крестил Киевскую Русь. День его памяти в церкви отмечается как великий праздник. А в 2010 году это стало еще и памятной датой государственного значения. И это не просто так. Дело в том, что с момента принятия христианства Киевская Русь стала развиваться как государство. Мы получили великую державу, знаковую культуру, которая свидетельствовала всему миру свое наследие. И прежде всего мы обновили наш народ великий святых. Мы стали называться государством Святой Руси. Люди сонные-сонные украсили божественный небосклон и стали нашими молитвенниками и согражданами на небесах. И поэтому Русь непобедима. Согласно историческому документу, перед тем, как сделать свой религиозный выбор, князь Владимир направил послов в разные государства, чтобы посмотреть на их религиозные традиции. В итоге его выбор был сделан в пользу византийского православия. Это не случайно. В то время империя находилась на пике своего расцвета. Князь Владимир принял от Византии не только идеологию христианства, но и в буквальном смысле породнился с правящей тогда македонской императорской династией. Один из самых могучих византийских императоров Василий II стал крестным отцом князя Владимира, а женился князь на царевне Анне, сестре императора. Еще один фактор, который повлиял на выбор князя Владимира, стало его воспитание. Он был внуком равнопостальной княгини Ольги, первой христианской правительницы Руси. И еще в детстве она научила его христианским ценностям. И впоследствии, уже во взрослой жизни, он к ним вернулся. Образующим культуру, нашу архитектуру и музыку является православие на русской земле. Поэтому все, что мы имеем, по сути, это благодарность князю Владимиру. День крещения Руси отмечается во многих храмах, причем не только русской православной церкви. Многие поместные церкви также чтят память святого равнопостального князя Владимира. В этот праздник принято звонить в колокола. И таким образом вся территория экономической Руси накрывается колокольным звоном. И то же самое происходит в других странах. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Ремонт внутриквартальных дорог в Самаре выходит на финишную прямую. Подрядчики должны завершить сезонные работы до конца августа. В сентябре будет богатый урожай обновленных дворов. Всего в этом году планируется благоустроить более 60 территорий. Как идут работы в Октябрьском районе в ходе поездки проконтролировал глава города. Олег Фурсов встретился с жителями, которые рассказали о своих видах на Самарский дворик. Городские дворы постепенно приобретают европейский лоск. Новосадовые 30. Здесь уже многое удалось сделать. И вот долгожданный ремонт внутриквартальной дороги. Жители высказывают слова благодарности. Но в этом есть и их заслуга. Часть работы они сделали сами. Об остальном заявили в общественный совет. Жители очень просят, в связи с тем, что у нас здесь две школы. 41-я, 16-я, большая детская площадка районная, детские сады, большая детская поликлиника. Нужны лежачие полицейские. Октябрьский район Самары один из центральных. Но пока есть и проблемы, которые, впрочем, решаются. В частности, улица Челюскинцев, вдоль которой и стоит дом, скоро будет благоустроена полностью. На одном из участков появится сквер. По улице Челюскинцев у нас остался всего лишь один участок. От Новосадовой до Ленина. Марина Геннадьевна вместе с депутатами, вместе с жителями позавчера встретились и окончательно приняли решение, что там будет оборудованный сквер. Я, как исполнительная власть, сегодня выставила на торги всю документацию. Через 45 дней будет решение, кто подрядчик, который будет делать этот сквер. В середине сентября мы его откроем, как сквер Октябрьский. Город сегодня всячески поддерживает любую инициативу со стороны жителей. Большую часть проблем удается решать благодаря реформе местного самоуправления. Многие вопросы решаются на уровне района. Теперь важно, чтобы город заручился более крепкой поддержкой на уровне регионального и федерального парламентов. Мы единственный практически регион в стране, который вернул систему управления, логичную и понятную людям, когда власть сосредоточена здесь. Но нам надо вернуть славу этого района. Он центральный район. И здесь надо выбирать власть, которой мы доверяем, которая не болтает, которая не сеет интриги, смуту, а которая работает, засучив рукава. Это на уровне района, на уровне города и на уровне страны. А это уже двор по адресу Мичурина 120. Здесь проводится не просто ремонт внутриквартальной дороги. Ее еще и расширяют, чтобы жителям не так сильно досаждали автотранспортные проблемы. Чтобы дополнительные парковочные места появились у жителей, чтобы было более удобно им парковаться, было место, куда поставить машины. Ну, конечно, тяжело, стесненные условия, деревья мешают. Стараемся максимально их не задеть. Всего в этом году внутриквартальный ремонт дорог проводится в 62 дворах Самары. Подрядчики должны завершить работы до конца августа. Если справятся в срок, то, возможно, в сентябре у них появятся дополнительные объемы работы. Олег Зверев, Константин Головин, События. Чтобы капремонт был в радость, общественники обсуждают, как можно усовершенствовать систему. На повестке реестр неблагонадежных подрядчиков, техническая политика, предложения и замечания к программе. Валерия Макарова вникла в детали. Дом 196 на улице Ленинской. Здесь еще в апреле начали капремонт системы тепло- и электроснабжения. Работы идут нерегулярно. Жители боятся, что к отопительному сезону завершить их не успеют. Текущие проблемы капремонта сегодня разбирали на рабочем совещании Народного фронта. Главная тема – как усовершенствовать программу капремонта. Очень приятно, что после наших общественных предложений, нашего последнего совещания, фонд капитального ремонта стал более открыт для жителей. Стало, честно скажу, меньше нареканий к деятельности фонда капитального ремонта среди жителей. Одно из предложений – упростить процедуру изменения вида работ. Сейчас, если жители захотят починить не крышу, а, допустим, фасад, в комиссию необходимо будет предоставить несколько документов – протокол, заключение и справку о собираемости взносов за капремонт. Хотел бы предложить такой вариант, что если люди хотят изменить вид работ, вот эту справку не нужно учитывать. Почему? Потому что вид работ – это то, что действительно люди хотят изменить. И одна от собираемости, наверное, никак не зависит. Сейчас в Самаре капремонта требует 740 домов. Больше, чем на половине из них идут работы. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События. Цветы как способ создать атмосферу. Самарские предприниматели активно включились в программу «Цветающий город». Не просто высаживают клумбы у магазинов и кафе. К озеленению и благоустройству подходят творчески. И, как отмечают коммерсанты, эти инвестиции в красоту уже приносят прибыль. Каким образом узнала Марина Кравцова. Просто, но со вкусом, элегантные вазоны в стиле греческих колон украсили газон напротив автосервиса в железнодорожном районе Самары. Гигантские кашпо сделаны под мрамор. Их заказывали специально. Цветочными композициями предприниматели поддержали программу «Цветущий город». Все делали на собственные средства. Эффект почувствовали сразу не только улыбки прохожих, но и коммерческую выгоду. Тут интенсивное дорожное движение, пешеходное движение. Газон располагается между двумя этими маршрутами. Люди идут, настроение поднимается. Транспорт едет, настроение поднимается. Количество клиентов увеличилось. Все-таки все меняется, все к лучшему. И автослесарям красота не чуждая. За цветами ухаживают сотрудники сервиса. Полив, рыхление, подкормка. На зиму вазоны законсервируют, чтобы следующей весной вновь украсить улицы города. Уютную атмосферу тихого южного дворика создали владельцы кафе. Рядом со входом пруд, клумбы с экзотическими растениями, а стены укутывает виноград. Атмосфера приятная не только посетителям, но и жителям соседних домов. Участие в программе «Цветущий город» для предпринимателей и организаций стало своеобразной модой. В этом году число цветников, созданных на частные инвестиции в железнодорожном районе, увеличилось вдвое. Организации потребительского рынка приняли активное участие в данной программе и организовали благоустройство прилегающей территории. То есть это не только газоны, но также осуществили высадку саженцев в деревьях, в кустарников. Когда красиво облагорожена прилегающая территория, людям хочется лишний раз пройтись, посмотреть, в том числе зайти в это предприятие. По обилию ярких красок и необычных растений Самара уже напоминает город-курорт. Яркие конструкции появились даже в неожиданных местах. Ничем не примечательный перекресток на Партизанской. И тут двухъярусная кашпо с одноцветными петуниями и бархатцами. Неожиданно и то, что идея украшения принадлежит компании по вывозу мусора. В районе установили несколько таких конструкций. Просто посадить цветы безусловно мало. Тем более жаркие погодные условия сейчас. Мы регулярно их поливаем, мы досаживаем цветы, потому что все бывает. Мы стараемся поддерживать регулярно, чтобы цветы были в хорошем состоянии, радовали граждан. Площадь цветников, посаженных муниципальными предприятиями, в этом году увеличилась на четверть. Программа «Цветущий город» дала ей еще один положительный эффект. Рядом с яркими цветниками чистота и порядок. Красота дисциплинирует. И положительный пример. Заразители на предпринимателей негласно соревнуются. Газон у чьих дверей будет самым красивым. А жители разбивают целые садики и цветущие луга у себя под окнами. Такая картинка просто не может оставить равнодушным. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События. Проблемы в сфере ЖКХ. На сегодня одна из наболевших тем для жителей Самары. Не исключение и промышленный район, где руководитель Самарского рекоделения партии «Единая Россия» Игорь Станкевич провел прием граждан. Крыльцо почти разрушено. Внутри обудранные стены. И это лишь малая часть проблем этого дома, рассказывают его жители. В подъезде стойкий запах опрелости – причиной всему износ инженерных коммуникаций пятиэтажки. В 2015 году в рамках капитального ремонта жителям предложили провести ремонт кровли. Но жильцы решили – важнее трубы и проводка. Решено было заменить их. Но вот уже почти год никаких сдвигов. С чем это связано? Ответ на этот вопрос вместе с жителями теперь будет искать и руководитель Самарского рекоделения партии «Единая Россия» Игорь Станкевич. То, что кто-то не выполнит эту работу, надо узнать причину. В чем она? Либо в отсутствии финансов. Это одна позиция. Но ведь деньги были же, правильно? Были средства какие-то заложены. Либо это связано с какими-то техническими проблемами. Бывают случаи, когда необходимо не латать трубы, а их надо полностью менять. Сегодня в партии «Единая Россия» есть партийный контроль, программа. Она нам позволила решить очень многие вопросы, касающиеся и городов, и сельских районов. Можно говорить смело о том, что партийные приемные, которые есть, позволяют не просто услышать людей, не просто услышать, но и найти путь решения. Уже в первый день приема в промышленном районе к Игорю Станкевичу обратились несколько человек. В основном все с проблемами в сфере ЖКХ и благоустройства. На их решение нужно время. Главное – не сидеть на месте, а рассказывать о наболевшем. Павел Баймаков, Артем Сулайманов. События. К вам в гости. Сегодня чиновники из Министерства социально-демографической и семейной политики органов опеки навестили детей-сирот, которые получили свое жилье на улице Лысвинская. Ключи глава города вручал 19 новоселам в апреле. Сегодняшних гостей интересовало все, что из мебели уже купили, подружились ли с соседями, нужна ли помощь. На новоселье заглянула и Олеся Корецкая. Здравствуйте. Зовут меня Марина Геннадьевна. А вы Петр? Вы Петр Петрович. Петр Петрович и вообще Сопрыкин. Да. Мы по адресу? Да. Ну тогда давай встречай нас, мы разуемся. И пойдем смотреть твое богатство, твои владения. Во владениях Петра Сопрыкина обстановка почти спартанская. Настоящая квартира холостяка. Смущенный хозяин наводит порядок. С утра не успел, торопился на работу. Однокомнатную квартиру в 40 квадратных метров Петр получил весной. За несколько месяцев обжился, обзавелся кое-какой мебелью. Куча планов на будущее. Кухню сделать, обустроить там шкафы поставить. Ну, шифонеры сюда купить для вещей, собственно. Тот же телевизор. В принципе, все. Мне хватит. Мне много не надо. В новом доме на Лысвинской квартиры с разной планировкой получили 19 детей-сирот. Чистовая отделка, пластиковые окна, газовая колонка, счетчики и сантехника. Район активно развивается. В ближайшие годы здесь будет вся инфраструктура. Новые квартиры – это не только свое жилье. Подросшие дети учатся самостоятельности, сами планируют свою жизнь. Не случайно и депутаты Самарской губернской думы поднимают этот вопрос. И в правительстве, и губернатор говорит о том, что чем больше будет выделено денежных средств, тем больше у нас детей получит это жилье. И, конечно, будет уменьшаться очередь. В этом году квартиры получили 190 детей-сирот. На очереди еще 2,5 тысячи. Средства на это муниципалитет получит из областного и федерального бюджетов. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. В Самаре – князь, а в Астрахани – царь. Работники ЗАГСа подводят статистику. Фантазии родителей по поводу детских имен проявляются так бурно, что и могут запретить называть детей экзотическими именами на законодательном уровне. Предлагается запретить регистрацию имен с цифрами, числительными, символами, а также указаниями на ранг или должность. Хотя все же в Самарском регионе в лидерах вполне привычные имена – Артем, Дмитрий, Виктория, Анастасия. А детей в регионе с каждым годом становится все больше. Лише за четыре года рождаемость выросла на 10%. Итоги первого полугодия подвели на расширенном совещании органов ЗАГС. Самарский парадокс – браков заключают меньше, а вот детей рождается все больше. В прошлом году в регионе на свет появилось почти 41 тысяча малышей. И это стало рекордом за последние 15 лет. В 2016-м этот показатель может стать еще выше, рассказали в управлении ЗАГС. Меры государственной поддержки семей на всех уровнях оказались очень действенными. И сегодня можно наблюдать увеличение количества рождений вторых, третьих и последующих детей. И, конечно же, эти цифры нас сегодня радуют. За полгода зарегистрировано 295 двоин, 7 троин. Тоже такие положительные увеличения. Для семей с детьми в Самарской области предусмотрены 28 видов пособий, доплат и компенсаций. В прошлом году из областного бюджета на эти цели ушло 4,5 миллиарда рублей. В этом запланировали больше 5 миллиардов. И на одном ребенке самарцы не останавливаются. За пять лет многодетных семей в регионе стало почти в два раза больше. В большой семье, как правило, воспитываются дети лучше. С резервного фонда губернатора более 100 семьям, где там 11, 10, 9, 8, некоторым 7 детей поддержали их квартирами. Или поддержали для того, чтобы они обустроили свое жилье. В передовиках Самарский регион и по внедрению электронных технологий. Чтобы зарегистрировать брак, теперь не обязательно подавать заявление в ЗАГС. Сделать это можно, не выходя из дома через единый портал госуслуг. В нашем регионе одном из первых эта система заработала в полную силу. Опыт приехали перенимать астраханские коллеги. Нам, конечно, всегда интересен опыт других регионов, в частности Самары, потому что они в числе передовиков по представлению государственных услуг в электронном виде. То есть у них в полной мере реализована та возможность электронной подачи заявлений, какой нет, в частности, на территории Астраханской области. Хотя новые технологии не повлияли на количество браков. Тут статистика не радует. Жениться стали реже. Причина – демографическая яма 90-х. А вот неожиданным стал другой позитивный показатель. Резко снизилась смертность на полторы тысячи случаев по сравнению с прошлым годом. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События. А теперь коротко о других темах дня. Автокран МАЗ сбил 32-летнюю женщину в районе перекрестка проспекта Ленина и Челюскинцев. Пострадавшая была доставлена в лечебное учреждение с подозрением на сотрясение головного мозга. Виновника ДТП пока устанавливают. Сейчас по факту случившегося полицейские проводят проверку. В Самаре на проспекте Кирова в промышленном районе горел автомобиль ВАЗ-2110. Тушением пожара занимались 10 огнеборцев. После того, как огонь был потушен, в салоне машины было найдено тело мужчины. Его личность сейчас устанавливается. И еще одна машина горела минувшей ночью. Пожар произошел в районе дома номер 6 на проспекте Карла Маркса. Огонь удалось быстро ликвидировать. Жертв нет. Жители области разоружают. За полгода в полицию они добровольно сдали 35 единиц гладкоствольного оружия, более 10 тысяч патронов, огнестрельное оружие, 4 автомата и 9 взрывных устройств. По фактам добровольной сдачи были проведены проверки. Общая сумма денежных вознаграждений составила около 300 тысяч рублей. Почти 300 миллионов рублей долга удалось взыскать с граждан и организаций в пользу топливно-энергетической компании. За первые 6 месяцев текущего года судебные приставы закончили почти 3,5 тысячи исполнительных производств в отношении должников. Кроме того, жители регионно оплатили более 174 миллионов рублей долгов по квартплате. В селе Пестравка завершаются берегу укрепительной работы реки Пестравочка. В период половодия река, разделяющая райцентр на южную и северную части, затопляла дамбу и заливала близлежащие огороды. В зоне обрушения оказались 12,5 гектаров сельскохозяйственных земель и дорога. Общая стоимость работ по контракту составила 23 миллиона рублей. Далее новости спорта и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Самарец выиграл серебро на первенстве России по академической гребле. Бронзовую медаль привез с первенства страны горный велогонщик Никита Щербунь. Братья Самохваловы финишировали вторыми на чемпионате России по велоспорту. Самарские армейцы Антон и Дмитрий Самохваловы стали серебряными призерами чемпионата России на шоссе в парной гонке. Дистанция 50 километров. Время преодоления Самарской трассы 1 час 2 минуты и 24 секунды. Отставание от лидеров москвичей Никиты Разумова и Андрея Сазанова составило 8 секунд. Бронза у Владислава Дуюнова и Павла Сайко из Москвы. Никита Щербунь показал третий результат на третьем этапе горного тура первенства России. В Ульяновске первое место на дистанции 122 километра занял велогонщик из Санкт-Петербурга Константин Некрасов. Второй у спортсмены из Удмуртии Григория Федотова. Самарец за 40 километров до финиша решил атаковать пилотон и ушел в отрыв. Но на последнюю двадцатку сил не хватило. В итоге бронзовая медаль в наградной копилке. Мастер спорта по академической гребле Антон Куранов занял второе место на первенстве страны. И в Казани два километра он прошел за 7 минут и 4 секунды, отстав от чемпиона на одну секунду. Гонку выиграл москвич Юрий Леснов. Бронзовая медаль у астраханца Василия Крутого. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин